Здравствуйте, уважаемые друзья и подписчики моего канала. С вами снова Сергей Кузьмин, канал «Удивительные рядом». Я продолжаю вскрывать посылки с китайской красоты Алиэкспресс и не только. Сегодня продолжаем распаковочку. Канал приведет интересная посылка. Что-то тяжеленькое внутри находится. Сейчас мы ее вскроем, посмотрим, что находится внутри. Небольшая ремарочка. Прежде чем вы зацените мое дальнейшее видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Также смотрите остальные мои видеоролики. Там есть очень много всего интересного. Не пожалеете. А внутри у нас находится небольшое количество сверел специальных, которые используются для изготовления мебели. А если быть точным, для того, чтобы сверлить отверстия под такие специальные саморезы, которые называются конфирматы. Вот такие вот интересные сверла. Как вы видите, у них есть маркировочка. 6, 8, 10, 12. 4 сверла. Сверла эти непростые. И фишка их в том, что это не просто сверло. Сверло оно само по себе сверло, которое можно просто-напросто достать. Сначала открутив его здесь при помощи вот этого ключа. И их заменить на любое другое. Фишка как раз вот в этой самой части, при помощи которой производится гнездо для самореза конфирмата. При помощи вот этой вот продольной длины. Ну, естественно, сверла тоже, конечно. Такая вот интересная фишка. Сверла здесь специально подобрана для того, чтобы засверливать определенное отверстие для определенной длины конфирмата. Вот такие вот интересные сверла. Ну, естественно, сам металл, при помощи которого производится зенковка и переход на конфирмат, тоже вполне удовлетворительным качеством. Еще одной фишкой этого устройства является то, что вот эти вот грани, при помощи которого производится резкое отверстие для конфирматора, его можно точить. То есть, если оно у вас заточится со временем, но это, конечно, произойдет через какой-то промежуток времени, вы можете просто вот эти вот грани заточить и работать с этим устройством дальше. Ну, естественно, если же сверло сломается, то без проблем можно это сверло поменять. Как вы видите, сделано оно сквозное, то есть можно поменять и поставить любое другое сверло в это устройство. Вот такая вот интересная штука. Давайте сейчас открутим, посмотрим, как оно снимается, двигается ли оно там вообще внутри. Давайте. Да, сделано оно специально под этот размер, который отмечен на самом устройстве. И, естественно, сверло с большим размером вы сюда не вставите. Вот такая вот интересная вещь. Как видите, вставить его можно на любую глубину, которая вам нужна для того, чтобы производить сверление. Вот такое вот интересное устройство для того, чтобы делать резы под конфирмат. Я надеюсь, вам понравилось мое сегодняшнее видео. Как обычно, ссылки на товары, которые я распаковываю, вы найдете под этим видео. Так что, если вам интересна такая тематика, переходите, смотрите, заказывайте. Ссылки под этим видео. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, если еще не подписались, делиться им со своими друзьями через социальные сети. Если хотите помочь моему каналу, ссылка для доната находится также под этим видео. Я буду прощаться. Желаю всего самого наилучшего, счастья и крепкого здоровья. Пока.